Ажиотаж в Кызылском отделении пенсионного фонда. Как только в социальных сетях прошла информация о пенсионных выплатах женщинам с так называемым советским стажем, поток пенсионеров увеличился. По словам сотрудников управления, данная практика перерасчета велась, но только в частном порядке. В результате всплеска в социальных сетях, в интернете, вот такой ажиотаж у нас пошел. Конечно, специалисты не успевают. Помимо этого перерасчета у них и другие назначения перерасчета выплата. Поэтому такая ситуация не только в Туве, по всей России она создана. Аграфена Буркут узнала о перерасчете пенсии несколько дней назад. Соседка рассказала ей, что пенсионный фонд проводит перерасчет пенсии за детей, рожденных до развала Советского Союза. Так женщина решила узнать, как эта система работает и обратилась в ведомство. Однако ее ждала очередь из 70 человек. Твоя говорит, трое детей, делать надо перерасчет пенсии. Твоя говорит, маленькая пенсия тебе надо сделать. Ну вот, а я с утра сильно рада никак не могу, потому что я пока сама с собой отпожусь, задыхаюсь сильно. И давление утром сильно низко идти. Вот прихожу, вот сегодня пришла, уже где-то в девятом часу, и уже 72-я. Ну вот, если сегодня я не пройду, значит, завтра мне снова надо как-то сюда добираться, и опять я запишусь, и опять я буду в 70-е какая-нибудь. Данная процедура началась в этом году. Перерасчет проводится для женщин, которые ушли на пенсию до 2015 года. По словам сотрудников пенсионного фонда, женщины, имеющие одного или более детей, в том числе взрослых, рожденных в советское время до 90-х годов или позднее, могут получить прибавку в виде пенсионных баллов. Вот эти граждане могут обратиться по разным способам, через портал госуслуг, через многофункциональные центры, которые у нас открыты во всех районах, городах, республики, или непосредственно в пенсионный фонд. Могут подать заявление, но знаете, прежде чем подать заявление, у нас есть структурное подразделение, мы предварительные расчеты уже произвели, кому выгодно и кому невыгодно. И когда анализ провели, получается выгодно в основном тем, у кого зарплата маленькая и непродолжительный стаж. Всемирная паутина для многих пенсионеров так и осталась недоступной и во многих случаях непонятной вещью. Именно поэтому большинство из них, вместо того, чтобы обратиться в ведомство через портал госуслуг, приходят и ждут в своей очереди по несколько часов, а иногда и дней. Наверное, внучка может. Я точно не знаю, но надо поговорить мне с ней. Но они как-то с этими телефонами, что-то там они же соображают, мы не знаем. СМСка пришла, где и что, куда писать. Есть такие категории пенсионеров, в котором доплаты не будет. В каждом отдельном случае расчет пенсии, как и расчет размера доплаты, будет сугубо индивидуален. И ни о какой фиксированной сумме прибавки говорить не приходится. Для кого-то это будет доплата в 300 рублей или даже больше, а у других окажется равной одному рублю. Увеличение, знаете, от 100 рублей где-то до 850. И то вот как бы было, это вот 850 это многодетным мамочкам. Если они осуществляли уход за четырьмя детьми, 6 лет ухода имеется, вот по ним можно, допустим, там спело сказать, если у них маленькая зарплата и есть желание заменить, ну до 800 рублей. Стоит отметить, что на перерасчет пенсии могут и претендовать мужчины, которые в одиночку вырастили детей или же уходили в декретный отпуск. Если у жены этот период не учтенный, допустим, что она работала, а мужчина в это время не работал, фактически осуществлял уход за ребенком, соответственно, вот этот период пересчитывается. Каких-либо определенных сроков на перерасчет не существует, так пенсионер может подать заявление как в этом месяце, так и в следующем году.